Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. Смотрите в этом выпуске. Ушедшая эпоха в экспонатах и фотографиях. В Щелковском историко-кровеведческом музее открылась новая выставка. Зажжение елки, смотр конкурсных программ и другие события в культурьере. Открой свою книгу. В нашей программе стартует новая рубрика. Время, люди и вещи. Выставка предметов советской эпохи открылась в Щелковском историко-кровеведческом музее. Товары повседневного спроса, радиоаппаратура, игрушки, печатная продукция, парфюмерия и модная одежда, выпущенные в период с 30-х до 80-х годов, вернулась на витрины, но уже в виде экспонатов. Об эпохе, которая стремительно удаляется от нас, в следующем репортаже. Это было время какого-то светлого, радостного существования и светлых, радостных, безоблачных надежд. Вот это объединяло всех, кто-то дожил. Время, люди и вещи. Выставка с таким названием открылась в Щелковском историко-кровеведческом музее. Совместный проект музея и фотохудожника Яна Булаж переносит посетителей в эпоху праздничных демонстраций и ожиданий светлого будущего. Об этом советскому покупателю напоминали бытовая техника, одежда, личные аксессуары, детские игрушки. Предметы появились в музее по-разному. Что-то приносили дарители, а парта с инвентарным номером Заголянской школы номер один нашлась случайно. Неотъемлемый атрибут учебного класса помог отреставрировать Максим Столбов на предприятии «Лидер». Мебели вернули первоначальный цвет. С этой парты мы сняли то ли 30, то ли 40 слоев краски. Если вот срез сделать, это, наверное, радуга была бы. У нас есть материальная база, есть специалисты, реставраторы, как Николай Степанович Латонов. У него золотые руки. Но это история, это было приятно сделать такой подарок для музея. Мода в стране советов подчеркивала в одежде простоту и практичность, как и в украшениях. Хотя были и исключения. Из коллекции предметов выделяется венок с названием «Цветы», ручной работы, изготовленный из капелек воска, проволоки и бумаги. Этот венок передавался в семье от бабушки к матери, от матери к дочери и так далее. Им благословяли невесту в семье, и он хранился в божнице, около иконы. Но всё равно даже заядлые, такие загринелые комсомолки получали от своей матери такой венок, одевали его на свадьбу. Даже когда в семье не было денег, старались шить красивое платье, и чаще всего белое. Вот в нашей экспозиции присутствует свадебное платье, шитое из крепдышина, очень простого кроя, но модного на тот период. Из мужского гардероба представлены шляпы и галстук, выпущенные в Щелкове на фетровой фабрике и предприятии «Луч». Полноту выставки придали работы щелковского фотографа Яны Булаш. Наши современники в одежде того времени запечатлены в интерьерах Фряновского музея, библиотеки «Звёздного городка», коммунальной квартиры в Коломне. Мне сам ближе в 80-е, потому что я их помню, а вообще очень 60-е интересные года. Была мода интересная, причём я как смотрю, 60-е сейчас. Года очень хорошо в моду входит. Ряд экспонатов предоставили историко-кривический музей, усадьба Фрянова, коллекционеры Сергей Клевцов и дарители музея. В выставочном проекте намеренно отсутствуют документы и общественно-политические оценки, чтобы посетители через предметы ощутили стремительно уходящее прошлое. Сохранить, передать, а музей позволяет даже потрогать, почувствовать, откунуться в дух того времени – это очень нужное и важное дело. Первые посетители смогли увидеть сценки из популярных советских кинофильмов в исполнении артистов Щёлковского театра. Один из эпизодов включал показ мод – дефиле девушек в вечерних платьях Брежневской эпохи. Время, люди, вещи. В советский период промышленность уделяла большое внимание бытовым условиям граждан. Это и фотоаппарат, кстати, тогда дома проявляли те самые пленки и печатали фотографии. Ну и, конечно же, радиоприемник их было огромное количество. Были даже и такие с пультом управления. Ну, правда, вот с таким проводом. Здесь можно выбрать радиостанции, УКВ, СВ и автономный режим работы. Что-то из нынешней выставки войдет в постоянную экспозицию Кровеческого музея. Ее начнут формировать уже в следующем году. Побывать в уютной атмосфере прошлого, почувствовать скорость технического прогресса можно уже сегодня. Выставка работает до 15 марта. Культкурьер по традиции спешит с новостями. 1 декабря огни зажлись на елках по всей Московской области, в том числе и в городском округе Щелково. А это значит, совсем скоро Новый год. Отпраздновать официальное наступление зимы в парк пришли многие жители города. Больше всего зажжение елки были рады, конечно, самые маленькие. Ведь для них приближение главного сказочного праздника особенно волнительно. Порадовали детей и взрослых костюмированным выступлением щелковские артисты. Возле елки можно было встретить разных героев русских сказок – Бабу Ягу, Якимору Болотную и, конечно, Дедушку Морозу со Снегурочкой. Интерактивная программа предполагала не только песни и танцы, но и конкурсы с загадками. Все пришедшие от мала до велика остались довольны выступлением и зарядились хорошим предновогодним настроением. Нравится, когда организуют такие праздники. Всегда можно выйти с детьми. Тем более, когда месяц уже остался до Нового года. О любви с юмором на спектакле «Сирена и Виктория» в Щелковском центральном дворце культуры зрители много смеялись, но к концу пьесы актеры заговорили о любви уже всерьез. «Сирена и Виктория» – ироничная история о неожиданностях высоких чувств, окрашенных смехом сквозь слезы. Народная артистка России Татьяна Кравченко в роли «Сирены» ввергает свою подругу Викторию, которая играет артисткой театра и кино Олеся Железняк, в необычную ситуацию, когда ей предлагается встретиться со страстным обольстителем, играет его Спартак Сумченко. Но тут в действие вмешивается счастливый случай. Гость оказывается совсем другим человеком. Мечта о любви сбывается. И даже на небе вспыхивает названная именем Виктории звезда, как подтверждение высоких чувств. Спектакль «Сирены и Виктория» понравился Щелковцам. Зал был полон. Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Спартак Сумченко своей игрой заслужили благодарность зрителей, которые встречали и провожали актеров бурными аплодисментами. Смотр концертных программ, приуроченных к празднованию Дня Победы, прошел в Центральном Дворце Культуры. Учреждения культуры подготовили целые постановки, рассказывающие о том, какой ценой далась нашему народу эта победа. Сегодня выходящие на сцену полностью стараются отдаться, показать. Они будут идти 9 мая в бессмертном полку. Они должны и мы должны помнить своих родственников, которые положили свои головы для того, чтобы мы сегодня мирно жили. И, конечно же, разнообразие номеров, оно показывает, что есть что показать и уровень достаточно хороший. Все программы были отсмотрены профессиональным жюри и будут еще дорабатываться. Их можно будет увидеть 9 мая в День Великой Победы. Ежегодный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» состоялся под лозунгом «Помним и гордимся». Мероприятие приурочили к приближающейся дате 75-летия Победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. Сейчас во всех учреждениях культуры проходят мероприятия, связанные с началом контрнаступления советских войск под Москвой. Конкурсанты достойно выступают на этих вечерах и конкурсах. В конкурсе могли принять участие вокалисты и вокальный ансамбль, а также хоровые коллективы самых разных городов Московской области. Участники выступали в нескольких возрастных категориях. От самых маленьких конкурсантов 7-8 лет до людей солидного возраста. Все артисты очень серьезно подошли к выбору музыкальных композиций. ПЕСНЯ 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 «Ди-Сити-те-мишка» на военную тематику. Мне она понравилась. Были еще варианты, но я захотела ее. Она веселая. Я выбрала композицию до военной вальс. Она мне понравилась, потому что она такая спокойная. И она мне просто словами даже понравилась. Жюри конкурса, состоявшая из специалистов в области культуры, оценивала вокальное мастерство выступающих, а также артистизм и умение вести себя на сцене. Всех конкурсантов наградили дипломами за участие и поощрительными призами. Читайте. Это поможет вам во многом. Наша новая рубрика посвящена хорошей литературе. Сегодня расскажем о юбиляре Данииле Александровиче Гранине, советском и российском писателе, киносценаристе, общественном деятеле, участнике Великой Отечественной войны, герои социалистического труда. Сегодня я представлю вам две книги Даниила Гранина «Простите помнить» и блокадную книгу, написанную совместно с Олесим Адамовичем. В первую книгу входят два романа «Иду на грозу» и «Мой лейтенант», а также наиболее известные повести, рассказы и публицистические тексты, в том числе его знаменитая речь, произнесенная с парламентской трибуны Бундестага 27 января 2014 года, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело. Любая война — это кровь и грязь, но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима». Выбор автора и книги отнюдь не случайен, на то есть как минимум две причины. Во-первых, в 2019 год указом президента Российской Федерации объявлен годом увековечения памяти Даниила Александровича Гранина и празднование столетия со дня его рождения. Во-вторых, приближается большая и важная дата. В следующем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Как эти два события связаны между собой, нужно объяснять только тем, кто не знаком с жизнью и творчеством Даниила Гранина. Эта книга станет подарком как для тех, кто только собирается открыть многогранный литературный дар писателя, так и для тех, кто захочет вспомнить прочитанные ранее любимые произведения. Даниил Гранин – классик русской литературы, многие произведения которого стали культовыми еще при его жизни. Солдат Великой Отечественной, с первых дней войны ушедший в народное ополчение. Гуманист, сценарист, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга, лауреат государственных премий, лауреат многих российских и международных литературных премий. По крайней мере трижды в XX веке он становился истинным властелином умов. В 50-е и 60-е, когда появились романы «Искатели» и «Иду на грозу», объединенные темой служения науки и нравственного выбора ученых в эпоху научно-технической революции. В конце 70-х, после выхода блокадной книги, в соавторстве с Олесим Адамовичем. И в 80-е, когда появилась нашумевшая биографическая повесть «Зубр» об ученом генетике Николая Тимофееве Рисовском. Всего же Гранин написал более 50 произведений. Это романы, повести, рассказы, рецензии, очерки, сценарии. Писатель пытался освоить разные жанры, вплоть до фантастики. Среди поздних произведений Даниила Гранина роман «Мой лейтенант» занимает особое место. Это воспоминания 93-летнего писателя о Великой Отечественной войне. Этот роман запечатлел трагические события обороны Ленинграда, но в то же время он ни в коем случае не автобиографичен. Об этом говорит и эпиграф к роману. «Вы пишете про себя? Что вы? Этого человека давно уже нет». Хотя несложно понять, кем приходится друг другу герои романа. Молодой романтичный лейтенант Дэ и прошедший войну, умудренный жизненным опытом, наш современник, по сути, альтер-эго автора. Между героями ведется дискуссия о том, чем стала война для тех, кто воевал. И, как не покажется парадоксальным, оказалось, что самой яркой страницей в их жизни была война. В этой книге нет того, что называют занимательным сюжетом, масштабных сражений или фабульной интриги. Это взгляд на Великую Отечественную из траншей и окопов. Но от книги трудно оторваться. Она не отпускает от себя, заставляя сопереживать героям. В 2012 году за роман «Мой лейтенант» Даниил Гранин получил первый приз Национальной литературной премии «Большая книга». Знаковой для Даниила Гранина стала написанным совместно с Олесием Адамовичем блокадная книга. Основанная на воспоминаниях и дневниках двухсот блокадников, она рассказывает о муках осажденного Ленинграда, о героизме его жителей, о страданиях и мужестве, о любви и ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная на интервью с очевидцами, документах и письмах, эта книга остается самым подлинным, самым ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую должен прочесть каждый. Помимо основного текста блокадной книги, в эту книгу вошли материалы, рассказывающие об истории ее создания, а также многочисленные архивные фотографии блокадных лет. Даниил Гранин назвал «900 дней блокады» эпопеей человеческих страданий. По его словам, самым удивительным в блокаде было то, что выживали прежде всего те, кто, как ни странно, несмотря на голод и истощение, пытался помочь другим. Французский философ и историк Жан Жарес сказал, воспоминания должны нести из прошлого огонь, а не пепел. Воспоминания в произведениях Даниила Гранина несут огонь, вечный огонь памяти. Прощать, но помнить, помнить, но прощать. Вот главное, что завещал нам Даниил Гранин. Читайте новые книги первыми. На этом все. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok